Всего 4 дня назад состоялся всекрымский референдум, на котором жители полуострова высказались за присоединение Крыма к России, а уже сегодня первые 50 керчан получают паспорта Российской Федерации. Вручение паспортов было организовано в исполкоме горсовета. Керчане получали документы из рук заместителя мэра Марины Сорокиной и секретаря горсовета Владимира Итта. Теперь мы дома. Керчане подавали документы на оформление паспортов целыми семьями, а самыми первыми документы получили супруги Хромых. Керчанин Владимир Ступников выступил с речью, в которой с сарказмом поблагодарил нынешнюю власть Украины за то, что помогла осуществить многолетнюю мечту крымчан о присоединении к России. Будет странно, но я скажу спасибо украинским властям за то, что они не давали умереть этой мечте все эти годы. В числе первых крымчан-россиян оказался 15-летний Евгений Титаренко, так как граждане России получают паспорта с 14 лет. Смотрите и завидуйте. Началась выдача паспортов. Люди откровенно радуются, поздравляют друг друга и даже декламируют стихи. Керчане с удивлением и радостью рассматривали новые документы, и каждый надеялся на перемены к лучшему. Ирина Соснина уверена в том, что Крым ждут счастливые времена. Мы надеемся, что будут рабочие места, люди вернутся, мужчины вернутся домой, семьи будут работать на заводах, пенсионеры получают достойную зарплату, медики, учителя, то есть все будут как бы жить. А керчанка Юлия Трофимова получила паспорт как нельзя кстати. Сегодня не будем отмечать, потому что сегодня едем в Краснодар, то есть мне пригласили на собеседование, поэтому паспорт мне оказался очень кстати. К процедуре выдачи паспортов граждан России проявили интерес центральные телевизионные каналы Федерации, Вести, Первый канал России. Они брали у керчан интервью и осуществили прямые включения. Корреспондент канала «Россия-24» рассказала о том, что Крым теперь у всех вызывает повышенное внимание. Крым и Керчь сейчас интересны всем, так же как Симферополь, Севастополь. Наши коллеги работают практически во всех городах, в том числе на севере Крыма, в Армянске, в Феодосии, абсолютно везде, потому что на самом деле такое событие невозможно пропустить мимо ушей, не даже самой маленькой телекомпании, не даже самой большой, тем более самой большой. Мы надеемся, что в свете перемен Керчь вздохнет полной грудью и покажет весь свой потенциал.